здравствуйте друзья меня зовут александр паснова я очень рада приветствовать вас на моем канале загремел цветочник а сегодня я рада приветствовать вас вдвойне потому что я вышла за рамки москва и начала ездить в гости в другие регионы россии в другие города сегодня я в гостях в рязани меня позвала ольга я делала сообщение сообществе но никто больше не захотел меня увидеть в гостях поэтому поэтому у нас будет один про хрик из рязани но может быть когда-нибудь будет еще ольга занимается цветами только год я думаю что мы к ней потом еще через пару лет на просьбе и посмотрим что у нее произошло если она за год успела такое сделать я плохо себе представляю чтобы через три четыре пять лет наверное мы будем входить прямо так вот и тут будет вот вообще все расти при этом квартир не очень светлой но ольги зеленые пальцы и так все я заканчиваю переключаемся да мы на ольгу здравствуйте здравствуйте ольги очень уютная квартира на тут все красит эти вот эти вот золотые руки встречает такой волшебный гном абсолютно это лепрекон даже я бы сказала такой читающий книжку под торшером тоже в очень красивых паспорту вот немножечко нам отсвечивает лампа но я думаю что вы разглядите тот как руссо золотых руках пойдемте смотри хоть красоту я за вами вот это ольга сказал что на дело не сама просто заказала ну прям вот видно да пристрастие к растительной тематике если в питере везде встречают миски с вересками везде оле белая статица засушенная в белом кашпу ну по моему вот вообще вот это вот она кстати она молчит я буду сейчас все рассказывать что его не узнала вот это известная многим нам дингерская машинка с волшебной педалью которую оль перекрасила и сделала вот такой вот короче это все плод ее волшебных рук я не знаю как это все делают люди вот здесь нас встречает прям при входе с эти вот такая вот зеленая зона вот кстати вот интересно эти варки выпиливали или как-то из гипска ручки деталь очки все делалось это было просто прямоугольная арка а это уже в процессе ремонта выпилив придумалось нет это но вот это возведила возводилась конструкция была просто прямоугольная то есть наоборот призраиваю да это вот сделали такую нишу где вот сентивири стоит а так был просто прямоугольный проем такой так ну давайте оля вот кстати у иры мы были у нее была коллекция машин а оле мы сейчас подглядим коллекцию кукол которая она сказала что она уже избавилась практически давно игралась выигралась девочка выросла и больше в кукол играть не хочет но тем не менее коллекция тут такая интересная вот кстати вот это я хотел спросить это у него глаза наверно да это может такой бантик ну да как будто не у выпали выпали глазки откуда началось увлечение куклами с чего да это у меня знакомая увлекалась давным-давно на привозить началась за границей куклы что-то мне как-то так тоже это стало интересно красивый и вот не что-то сама привезла в основном на пике коллекции так на так 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 это было ну штук не знаю около 100 наверно это ваша нет это мне это сделали нет это тоже подруже . . подробно будет вот этот куклой сделал сама это то а у нее ими есть нет что-то ее как ты вот никак не зовут до безымянная просто кукла просто ком кстати вот тут еще она там это было своими руками но из из заготовки до сшила и просто собрала до отсвечивает да просто ее собрала так ну давайте начнем сначала вот все что мы видим вот это зеленое царство государства это за год ну да может чуть чуть побольше но прошлым летом да наверно с прошлого лета где-то все чуть больше года ну было да было там может быть несколько цветов ну вот решила я перейти на скандинавский стиль ну и а так как это зелень белое и дерево в общем вот ну то есть прям вот это связано было именно с приходом но в основном до больше наверно да вот захотела зелень до этого растения не было никогда не но не были ну как они у нас были обычные какие-то ну обычные были ну не в таком количестве вот это так решила я создать зеленый особенно вот последние до время оля покупает на авито у нас растить и на авито и у кого-то где-то увидела и вот на разнюю последнее приобретение это мир дендроны не знаю какой-то эпипремном я так подозреваю ну назвали его каплевидным ну так хозяйка уж ну с большими достаточно я честно говоря название забываю основное знаю это мы это неважно так вот мне еще очень вот прям впечатлил вот эта коряга вообще такие коряги где-то в лесу это в лесу это вот решила я выехать в лес и валялась коряга ну я не смогла его оставить в лесу муж сказал нормально бери олечка ни в чем занятка да а ли тут еще вот такое вот прекрасное дерево абсолютно высшатая вот прям вот видно да вот человеку хочется растение листики а такие интересные вот тут вот оливки на но искусственный конечно неважно не смотрю зелене заранее ну что молочай ну немножечко бывает желтеет но наверное не хватает света я кстати обратил внимание что у вас практически все как в кашпо стоит без пересадки это с чем связано с ленью нежеланием а тут наверное не было еще никаких корешков я поэтому его наверное именно не пересадила еще пока вот наверно эти какой гигантский цикламен но я так все-таки взрываешь от российского производства и сильно перекормлена поэтому и желтеет может невозможно потому что ну голландцы таких монстров не растят то есть это прям явно много удобрений но он сантиметров в 40 точно есть если не нельзя прям такой гигант гигант ну вот они не удержался я белого цикламена ну понятно даже по стилю как подога дошу соответственно по стилю подходит белый с патифилом уже не помню как до конца пока его да только вот в кашпо но его не так давно пока тоже цветет но почему-то я решил пока пусть посидит пока цветет так здесь оле и пепремном золотистый на которой она жалуется ну как оказалось грешно но смотреть за поливом вот сколько вот за сколько времени какого размера взяли за сколько вот такого он примерно пол размера небольшой но полтора но прошлым летом наверно до прошлым летом его ну то есть чуть больше больше он вырос вот таким вот трехметровым гигантом и ольга второго года счет он какой-то плохой немножечко там себя ведут листики так в общем да 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 давайте давайте наговаривайте на свои растения сингониум у нас ну да тут я его купил уже в горшочке но добрая девушка мне еще гатроски отдала еще с корнем не посаженные ну вот я их пересадила все в один и сделал пушистый прям вкусно вот прям вкусного дерево плетенка вот эти вот салфеточки тут насколько я восхищаюсь вот жизнь пасима которые и это вкус и желание всем этим заниматься стрелиться дорога река рейда но регина вроде тоже назвали по листьям я бы сказал что-то ближе к николаю потому что уж слишком крупный лист давай что я думала обычно стрелиться может быть конечно она со временем выдает это не просто ну вот если по этим людям судить то можно сказать что королевская но вот это обычную королевской узкий длинный лист не да но нужно будет посмотреть через какое-то время а вот здесь себя он как раз сегодня дождался и расцвел слушайте ну такая красота просто вот видите он хотел показать как у свою красоту да необыкновенный для этого сразу два было они открылись но вот сейчас вот один остался новый новый новых листьев и такой тоже прям красавчик и тут оля это вас вот это вот какое окно утром солнце вот сурок это получается восток вот именно вот это сколько времени гибискус растет у вас ой может недели три недели три все время цветет напротив восточного окна да он своим для я сейчас вот попробую показать вот вот у нас гибискус и вот там вот у нас восточное окно до возраста нам что гибискусы якобы цветут только на солнечных солнечных окнах они либо цветут у вас друзья либо не цветут то есть гибискусов типа с вами хочет жить но за три недели такой что вот это вся молодая поросль у него в виде вот этих вот вот раз два вот эти вот все листья они судя по всему вылезли уже здесь вот они и вот там вот листочки новые вот он еще новых листочков да и должна 6 бутон получается 6 10 как у вас он по всему по всему но потом его наверно будет чуть прищепнуть чтоб он попустился наверно растину к луку хорошо прям прям да ну давай мы тебя сделаем сегодня крупный ролик он прям очень красиво обожаю гибискусов вот эти вот мохноты штучки прям очень как у пчелок мы пойдем по кругу вот здесь стоит соседа зима шила ее суда поставить мы вроде даю нам очень гармонично здесь новые побеги но на прям очень гармонично в этой арке если учесть что она еще подрастет и фактически ну вот я и как-то и сюда это почему-то решил поставить и зайка караулит а вот а моля давайте хвастайтесь это прямо я вообще 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 сети какой бомбически ну вот ему по моему по моему пять лет ну это прям удивительно за 5 лет за пять лет я вот потом покажу из какого он был размера потому что еще стоит тоже такой ли тут какая-то волнистая фиалка вал но это дала бабушка стояла на рынке но решила воде купить бабушки фиалку тут от нее ожидались да они пока отнесла сломала еще листики фикус работа но крик пытается укорениться на чет пока не как там еще фиалочка так вот это насколько я вижу пеппероми да все так это будет как будто зима да ну на самом деле фаленопсис отцветший он шикарно цвел были огромные цвета стрелку так обрезали сохнуть ничего а я сейчас не скажу почему я отрезала на весом и не обрезаем она у нас лучше потом зацветает традисканция то есть там у нас восток значит здесь потом она идет сюда солнце вот отсюда вот сюда да светит запад наверное да это заобедал сюда да но сейчас темновато то что осени плюс уже вечер но вот такие яркие прям хорошие традисканции давно не у вас что-то прямо вообще вообще с прошлых выходных если это чуть-чуть подольше то есть еще не понятно подопал с прошлых выходных шикарная хая прям шикарно это то что классическим называется восковым плющом в народе она такая достаточно распространена мне она вот нравится наверно одна из немногих которыми действительно очень нравится за счет этих своих больших листьев с небольшими такими бело-серыми прожилка на камеру вообще знаете как красоту добавляет но эта красотка сколько у вас по времени это красотка четыре дня боже мой то есть мы хотели соли встретиться а нет не соли все это я уже путают у меня тут тоже меня позвали в гости она мне пишет я не могу давить перенесем на неделю я еще как раз новыми красавчиками обзавелись нет это нет они появились и после я конечно вас ждала но это просто уже но я не смогла удержаться вы шикарно тоже с рук да тоже сюда все все распродают свои богатства ну давайте по сенсиверик за вот шефлера сколько времени у вас шефлера с летом да это летом я купила кустик но ну был наверное ну не очень конец ну вот потихонечку растет да ну все равно ой ну вы это монстера это монстера было это вот была очень большая монстера я начала ее делить да я вот этот просто был корешок я его просто положила в воду да ну чё с ним и в общем это выдал лист и по-моему лезет еще листочек я думаю ну как например жирненькая такая вот еще один маленький спать их вот это растение которым не уже раза три писали как называют идилантус и делаем туда я не могу запахнуть вот это выскочка до нас да но цветет капризничать в этом году не цвела адианту который надо бы полить надо полить и по свету он у меня стал немножко в другом месте и закапризничал тут мы вроде когда же получше геранги ранее это начеренкованный в то же таком стоит я проходила в чужом подъезде и оторвала черенковала и начеренковала стихаря дилантус прям такой жирный ну да тут вот еще и от него уже от дети да вот уже пошел отрос на чем пока оставил он пока корешков это нас лауренти еще маленькая зеланика этом шикарнейший абсолютно кислица прям шикарнейшие жирные вот расскажите историю как он с луковицами по луковицы они пропали потом мы их положили в коробочку и убрали на балкон там где про не вспомнила и то есть без горнона резерве куророса без всего просто лежали но может какие-то проснулись может кого возникли разный балкон ну не совсем нет там все таки не прохладно там зимой прохладно все равно не как на улице нет никак на улице но в общем вот они одумались и ну короче такое красивое окно прям красиво и все тоже подбирается с на эту плетенку всего плетенка горшочки да просто горшки почему-то я да как-то мне все в корзинках все в кашпо да вот мы сейчас покажем на полу какая тут красота у харрис да сегодня у меня порадовал да вы увидели вообще сегодня порадовала хибискус и у харриса прошли два новых побега и кстати не исключено что этот цветонос даже тогда хорошо но не исключено сейчас они еще пока маленькие сложно сказать они под раскроются вообще толстые толстенькие да может быть это будут и цветы отлично а то да вот он тут показывал всем своим видом как ему вот нехорошо вот он начал желтеть да и у харрису сколько у вас тоже же я свой нет нет где-то весной наверное до весной и купила филдендрон сказали а там да но я на самом деле сначала подумала что это колонхоя потом наклонилась поближе сама посмотреть не пойму что это такое но причина в том что у него сильно очень вот так вот закрученные листья и они до конца не раскрутились я от и мы видела все-таки в побольшем размере немножко но это не прям сильно кудрявый он очень как это ему как под не раскрутились это плохо или наоборот я вот так надо понять почему они у него такие вот сильно очень очень сильно волнистые ну понятно что там вот лезет новый вот это скорее всего наверное просто не до конца раскрылся новый но не знаю почему такой кудрявый удивительно мне очень понравилось олено решение вот в такую джутовую сумку поставить фикус жорик жорик которому было очень плохо но потом он все-таки воскрес а думал задумался да ну конечно вот смотрите да был фикус оля его забрала час она нам расскажет этот был фикус забрала его у подружки он был большой его поставила но счет ему не понравилось и он начала подать вот подружка забрала его нет они с подружкой взяли но хотели и таки все да иди отсюда мы сейчас быстро тебе детей начеренковали да правильно начеренковали но подружка не смогла его оставить на помойке забрала себе он начал у нее опять обрастать ну и опять всего вернула на мне в общем вот такая коварная подружка и детка вот от него уже от жоры тут дети да уже растут вот такие прям дети тут растут прям мощные очень и вот сколько он исчерил ну прям ствол-то как у него вот из одного богатырский но вот ему сколько получается когда это все было то весной наверно наверно весной может быть и не весной я уже что-то забыла короче мне вот очень понравилось но если вот корзинки да там какие-то такие плетенки я видела то вот джутой сумке тоже я тоже где-то увидела у кого-то и решил поставить на плетенки где берете по моему это в обе фамилии там где так оплано да вот это та самая монстера она была очень большая до черенкова начеренковала и вот от того от этой монстеры вот новая растет монстера тоже вот у нее листики вот этот листочек вот капризничает а и вот он все равно что-то я не знаю что вообще вот под заливом от залива но я уже проверяю стараюсь это вот 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 должен дают залив залив значит но также как и у стендапсуса желтеют и коричневые начать его большой под залив покой и иначе надо просушивать более тщательно и проверять на глубине горшок достаточно большой и там внутри она может быть вообще монстера прям да но была она очень большая она была нас она вот сна изначально она вот стояла вот здесь она занимала буквально вот от нее была тень вот очень была большая и такое решили поцаровать сократить немножко да так шифлера теперь зеленая вот удивительно что шифлера ну либо они вас просто очень недолго но от шифлера заливать точно нельзя шифлера уже у меня было однажды да я уже потом поняла что я и залила она у меня сыпалась была шикарная но это было давным-давно прям даже очень давно вот ну так как я опять вернулась к цветам теперь я уже стараюсь ее не проверять да но все равно какие-то листочки опадают ну вот потому что мне вот это вот тоже не очень нравится он вылез хороший потом начал вот краешек у него бомбинка дожил теть вылез новый долго не сидел вообще ничего не но его вообще-то поджирают даже там чужие не заметила вот поэтому это не плохой ладно вот реально да вот сейчас я и туда травите все поняла я смотрю что докажет это неравномерное пожелтение с такими вот характерными следами вот тут очень понятно картончик вот он что-то тоже хороший вот тоже хороший интересный горшок вот так вот это как будто лицо нарисованы с глаза до нас это точно а вот здесь я бы сказала что это или птичка какая-то до солнышка этой же серии я просто люблю разглядывать облака но тут цветочек явный вот прям явный цветочек фикус сейчас я соображу билиса розовый тинеки да фикус тинеки ну вот 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 это залив да это я уже это я уже до этого потеряла три листочка теперь я уже в курсе теперь проверяю вот он самый требовательный всех кучуконосных именно он к заливу но кстати вот он очень хорошо вот он за лето выдал практически ну вот раз два три 4 5 6 лист ну летом у них сам актере листой наверно снизу упали да а вот прямо летом стояли на балконе у меня прям хорошо роз да даже плодоносит и в сладкие съедобные они большие не совсем такие прямо но то есть розовый но есть можно то еще один да вот он из такого за пять лет вот такой был замиоколькас вот за пять лет вырос вот так вот кабачок на всех окнах но этот сидит пока не вот он выдал маленькое есть у него здесь вот вылезает листочек и все вот он у меня сидит на полгода наверное хотя в горшок вроде тесной выдал же красиво ну это все считая машинки этот тот детский сад у меня тут бегония вот это я не знаю что это 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 что-то это я забыла это что-то с чем-то неси ну не знаю что уж по форме на сингониум но это не сингониум может быть это филодендрон какой-то филодендрон да это тоже который треугольный такой листочек будет похоже вот на этот вот листочек забыл тоже крестает нет не креста и короче какой-то филодендрон этот сингониум 3 фландер да странными листиками так а это похож на пассифлора этом мурак маракуйя маракуйя пассифлора да так а вот это а вот это давайте мы сейчас не помню это я тоже купила это рутья какая-то у меня знаешь я тоже не знаю но красиво цветет я посмотрела мудри вижу новый побег пошел пошел да отлично вот потому что он у меня вот вот да 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 вот еще сам увидел я его он был побольше но отломился и вот я оставила короче корзина с детьми да это такой вот совсем молодые у меня тут отросточки поэтому детский сад вот такой шикарный невролепис макрома конечно воля макрома сама не да 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 это да и кровать это сама просто есть не сама эти сама а где есть не самое другого нет он у меня лежит она просто высоко и неудобно крепить а это специально сделала чтобы не было удобно повесить на этот карниз еще один шикарный абсолютно тоже из маленького вот в прошлом летом за год он вырос был вот наверное вот одна вот ноги две-три таких вот веточки было три наверное это вот ну прошлом летом точно было то есть чуть больше года грех жаловаться на грех калатэ вот калатэ вот я тут тоже что-то с ней то ли залила то ли не дозвела через камеру посмотрим здорово значит что-то с поливом я пользуюсь не сделала что-то не то нужно немножечко ты просто почистить уже зачистила вам она это суховато понятно значит недолив перелив недолив до до рейка тоже сидит пока в кашпо но тоже ждет пересадки так филдендрон биркин я вижу да это вот это пиле пиперами данная да я поняла теперь чем она отличается от пиперами рейндроп вот увидев пиле и до пиперами видно я поняла чем они отличаются немножечко разный стол столом хлорофитом похожий на океан ну по крайней мере же пошире листики но может быть что-то другое но похож на океан прекрасный абсолютно два тут до грима русане и войска нет ну вообще один горшочек было покупала мы тут озер значит да потому что вот этот просто зеленый грин сани до отрывается не ну в одном кашке было поэтому и уже короче ли да это вот это вот этого ночи это как-то не пока еще пока еще короче пиперами мог быть вот это вот даже не знаю тоже какой-то это это мы табо нам вообще одна как банан это вообще это банан где такой маленький банан прям из чего такие общем они не знают куда они берут бананы вот на авито девочки как-то они вообще вырастают большими сбоку дают они отростки якобы вот я очень интересно раскрывает долгом раскрывает как точнее вы интересно раскрывает им как-то не довылись до конца но уже на уже хочет раскрываться то ему еще вот вот столько вылезти надо а он уже пытается развернул пока вот он так вот сидит это был страшненький такой вот прям совсем цветочек прямо весь он был желтенький виду сухой но я с ним поговорим с ним поговорим оказала помойку я тоже купила ну вот хотел смели на такой фикус и ничего вот за лето мне тоже идет весной купила хороший еще один вот откуда вот он я не помню а я помню это их какой-то купила мне его на их подарок дали точно и в кого лафи лада точно это из семян аспарагуса семян просто из семян на часе в магазине покупала попробовал ну то есть этот из пакет из баги раз вот такой горошинки посадил как долго она так растет летом весной наверное на заползла то за полгода точно весна как долго проклевываются семена ну может недели три той просто силе просто в зерняков без без всего просто вот земли воткнула вылезли мы из пяти вылезла наверное два или два наверно было пять вот потом я еще купила все таки один и еще подсадила и вылезли еще два или три и вот там по-моему пять так что вот ну вот друзья кто спрашивал да про размножение семена логично если у них есть ягодки в ягодках есть семена логично что они так размножаются фикус али до бенедиктали люблю их прям вот люблю по мне они очень изящные и оливи везде стоят бидон и лейки все с водой я так понимаю это вот такие дети да дети вот это оля любит детей и бибриевну вот такие короче шикарно вот прям скандинавский стиль удался ну что я могу сказать ну есть нас чем еще но всегда есть конечно место для подвига я поражаю соль на самом деле вы красила свою кухню в белый цвет и говорит это фигня вопрос и рассказывал мне как она три дня просто колдовала на этой кухне на для меня это просто что-то нереально сайте как красиво всего за год вот просто всего за год вот такая вот зеленая зона где хочется вот на и на кресле посидеть и поработать комфортно там в окружении растений этот на диванчике прилечь под торшером а еще если вот прилечь вот сюда вот чтобы вот прям вот туда смотреть это вообще красота что могу сказать наши руки не для скуки для любви сердца друзья подписайте вот в очередной раз какие у нас в россии красивые рукодельные женщины со вкусом еще и очень гостеприимны оля меня угостила необыкновенно вкусным десертом с наручного так что на благодаря аль вам мы побывали в гостях в рязани в очень красивой уютной квартире сделанной с любовью с коллекциями куклы все на пол кстати вот данный последок я похвастаюсь с оленой картины просто наберусь наглости похвастаюсь сильной картины потому что я люблю вышивки я заценил вот да насколько вот паспорту сайт подбирать или паспорту уже я уже мастера я к ней давно уже у него много сделала работ это не сама по она уже подбирает и как-то я доверилась уже в принципе все устраивает все работы какие ну вот я тоже считаю что надо если приходишь к мастеру давать ему на утку потому что они подбирают под цветовой гамме как-то и я и дала вот рамку именно вот в таком стиле светлым не надо потом она внутренне вот эти вот паспорту уже ну такой вот волшебный деревянный теремок теремок да очень красиво 0 там щебетцером вышивает да был такое пока перестала короче мы не будем раскрывать всех 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 секретов но оль спасибо огромное очень рада личному знакомству очень рада красоте вообще который вот и прямо на последнем это очень красиво это очень вкусно друзья не бойтесь экспериментировать не бойтесь ничего наверно дороже приезжайте врезать все спасибо огромное спасибо всем кто досмотрел это видео до конца и надеюсь до новых встреч